С катушкой торнадо будем испытания проводить на частоте 7 и 10 кГц. Дальше подключим NELBIG катушку. На частоте будет она работать, так же самое с переключением, 7 и 4,5 кГц. Итак, первое, проведем распределение по целям. Итак, поехали, ряд монет, скорость, быстрое по распределению, то есть я поставил задержку. Две латунных подряд просто. То есть понятно, да? Дальше, не делайте ошибку. Если вы поставите в параметрах задержку, индикацию высокую, ну там больше 10, будет плохое. То есть используем низкую дискриминацию, где более замусоренная территория. Среднюю там 6, 7, от 4 до 7 в средней местности, так скажем. Итак, дальше, поехали. Заходим непосредственно настройки, смотрим еще. Есть алгоритм 3 для незамусоренной местности, глубже подымает получается, не чернит, так как в алгоритме 1. Но мы его включать здесь использовать не будем, нам его достаточно. Тональность 2, мы сразу меняем его на 3, не 3, а 4, новый испытатель, не тон, новой прошивки. Автопостройка 0, мы будем вручную отстраиваться. Автопостройка нужна, получается, использовать чем от 0 до 10. Чем вы хотите быстрее отстраивалось, тем ниже число ставим. То есть, если у вас ассорти грунтов, так скажем, здесь глина, здесь чернозем, здесь песок со щебнем, то включайте автопостройку, получается, и быструю. Если забываете иногда забучие, проходите там 300-400 метров, меняется грунт, не хотите отстраиваться заново, выставляйте там 5-6, нормально. Мы оставляем же 0, мы будем автоматом. Ну, в принципе, все. Сохраняем. Заходим в режим поиска. Делаем баланс грунта. 17, фильтр второй у нас. Проверяем. Ну, здесь чернит. Чернит. Ну, здесь уже цветные сигналы. Смотрим на цифры. Это медь. Это золотая монета. 5 рублей. Это 5 копеек, советую. Ну, что ж, попробуем поменять частоту. Меняем частоту. Заново отстраиваемся. Еще раз. Подняли датчик. Опустили датчик. Итак, проверяем здесь. То же самое. Видите, двоечка. Это 7 кГц. То есть, бросает в черное на такой глубине 35 см. Впрочем, и терка, и цифка. Все здесь бросали. И АТ-прошка. Все бросали здесь черные. Даже с катушками побольше. Это нормально. Ну, дискрим, видите, счет сейчас стал на 7 частоте. Это плюс. Но минус то, что на более, получается, мелкие предметы будет чувствовать хуже. Итак, останавливаем. Переставляем катушки. Приступаем дальше к испытаниям. Уже с Бигом. Дальше у нас катушка Нел Биг. К распределению не хочу подходить. Расстраивать себя. Но попробую глубину. То, что надеюсь. Шестой порог, как видите, работает стабильно. Прибор. Вопросов нет. Итак, наша недоставаемая цель. Сразу хочу сказать. Рука уже болит. Тяжелая, зараза. Все-таки. Но захват. Не знаю. Торнадо хоть ненамного. Там, получим, меньше. Но, как бы, по захвату уступает. Идем к нашей цели. Которые все приборы, если бросали, то бросали в черное. Это у нас седьмая частота. Это копаемый сигнал. Как видите, 18. 18, 12, 20. Круто. Ну, здесь удивил. Хотя не супер четкий. Проверяем. Пинпойнтер. Еще раз. Нормально. Не нормально, а вообще классно. Попробуем еще тест с теркой, с бигом на 7,5. Сравнить. И вот Кащея. Было бы интересно. Это в следующем снимем. Так, дальше. Ну, четко. Вверху я уже приподнял на сантиметров 15. Медяк видит. Золотая. Нормально. 10, 11, 12, 14. Это ее на седьмой. Ну, это точно берет. Ну, и так. Дальше получается. Переключаем частоты. На 4 килогерца. Переключил. Оставил. Итак. Поехали. На 4 килогерца 5 копеек на 35 не видит. А7 видела. Хотя. Прорывается, но это не копаемость. Видит, но скажу, что хуже. Потому что я явно повыше приподнимал. Тоже цветные сектора, видите. 17, 18 смещение пошло. Ну, видит. Ну, теперь распределение. Давайте на 4 килогерца попробуем. Не знаю, как будет работать. Настройки те же, что и на торнадо. Ну, распределение в такой катушке не особо. Если торнадо распределяло, получается, с 4-х 3 четко, это если не 4, то это распределяет лишь 1-2. То есть, как бы, давайте попробуем. Вот зайдем в настройки наши. Параметры. Алгоритм. 1. Так. Фильтр. Задержка индикации 4. У нас низкая задержка. Давайте просто переключимся на частоту другую. Проверяем. А ничего не помогает. Вот это минус, да, явный минус. Ну, и для Александра Шевченко попробуем сразу же, получается, испытать прибор на лопату по глубине. Он у нас просил, вот мы и делаем. Так. Вот наша лопата. Сначала на одной частоте. Это одна частота. Это метр у нас. Вот у нас Фискарс. Мы не будем водить вот так ее. Мы будем водить вот так махать просто. Не знаю. Там диапазон вроде попадает. Порог 6. Пятый тоже попробуем. Ну, наверное, 95 это предел. Ну, 95 сантиметров дает четкого сигнала. Пробуем переключить частоту. Так, переключаемся. Опс. 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 Порог 5, опять же. Берем лопату Фискарс. Опять же машем. Ну, 7 частота на 10 сантиметров берет меньше. 85. Итак, значит, выставляем частоту повыше, то есть пониже. Раз. Два. И пробуем увеличить глубину. Порог 6. Попробую опустить до 5. Огромная катушка работает стабильно. То есть, как бы. Круто. А, все, все. Ну, вот на 5 может еще работать. Проверяем на 5. Так, лопата. Машем. Ну, уже метр, но не больше. 5 сантиметров добавила на лопате. Для пробы. Итак. Ну, еще раз. Так. Ну, метр 0,3. Ну, все. В принципе, все. Всем спасибо за внимание. И до следующих обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok